Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И там… Захольение – primary, новый тренером молодёже… MICHAELM. Добро пожаловать в Казахстан! И мне было мне под Cuz contact в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! sy п 경우에는, что дальше they've побегом Возвращаясь с моим дружином, с Лукасом Щлоском, они приехали до нас там на турнире, видели в общем, какую работу я выполнил и в этом моменте достоин заказ побыта в Франции. Моя виза си скончила и мяем до выбору, зостанем на терене Франции, че, 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 че вероцене до Польщи. Врочиłem, очимище, врочиłem до Польщи и там одразу зостаłem мянувани на тренера 1-го зеспоу, который проводиłem через 10 лет и были только медали. 8 зл. 1 зл. 1 зл. 1 зл. 1 зл. Дякую я варко. Дякую. 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 У меня была другом, поэтому у меня была любимая конкуренция, но так часто случилось, что эта любимая конкуренция стала стремиться с проблемой. И мне было еще немного больше времени посвятить, чтобы возвращаться на эти добрые торы. На pewno не любила 800 метров, но тренировать не могла. Не бежала 800 метров, но очень слабо. Мои мечты о медалах, о финалах, они бы сильно отдали, поэтому бежала. Теоретически немного меньше времени посвятила мне, чем конкуренция, потому что такая специфика, что бежи средние применения, которые им требуются и немного в контрре до остальных 6 конкуренций. Если бы шесть, то из этих шесть необычного, то с 7, то с 8 метров тоже было в результате. Но если бы они много времени посвятили на саму 800 метров, то нистерки зоо 6, то это не было ничего. Но 7 может быть много конкуренций, но я еще с 8 конкуренцией, но я еще имела аплод с 8 конкуренцией. Это было 10 лет. Пошли в рейтинге. И занимала свое место на Местерстве света. И это было трюйско-кобиет. Я улыбнулась на своих цехах. Может только потому, что я пыталась скрыть вдаль, сбегать через плотки. Это было очень просто эвентуально заниматься конкуренцией электрической. Спасибо. И еще одна вопрос. То есть Паня. Прикорная памятника. Местерством Польши, Европы и света. Чи Паня импульсирующий дорабек металовый вяжетесь с контузями? Я милам такое счастье, что контузьи меня оминяло. През целую мою карьеру. Дородные тазары. Завси каждому притравим. Дородные скручения, надорвания. Но это никогда не вылиминовало меня за старту в важных импризах спортовых. Но не менее. Остатняя моя конкурсия надорванная на месень Ахиллеса на месень Ахиллеса Ахиллеса Рома Прикорная Важная 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 Доброе утро, ты утром прийдешь на тренинг. Доброе утро, ты утром прийдешь на мою реакцию. Казал мне стануть под щеной и плицеломой пиулкой в мою голову. Появлялся в сердце и голову на ногу. Доброе утро. Уникнула контакту с пиулкой. Доброе утро. 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 Это значит реакция Средственность Средственностью Может быть Какая-то шкода На то, что Что-то подобное И я Средственно реагирую А то не так, что Идем на спадсер Только Мои, мои прядкости И если Праведливо Преезжать Торем санечковым То То Часами 110 км на годину А Опрочем Натуральне Валчиваем О час Не Преяждь Только Каждый Идет с тем Чтобы Ну, Единак Валчать Какой-то Чистос Чистос Попережею Чистос 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 Как Пани Родзицы Зарагали, когда Пани Управить Санечкарство Чистос Чистос Ухууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Один был, за часом дядка, был один, школа. И так мне вклажал до головы, что это просто утклило. Потом пришел спорт, дядок еще в час живет и сказал мне, что ты можешь выбрать ту и ту, чтобы выбрать два школьника спорт и сейчас школа, то можешь из многих других вещей срегновать. И фактически так и есть. С тем, что это невзимирные корыщи. То раз, что школа развивается свою жизнь, но спорт, то есть возможность сведения. То есть, правда сказавши, моя родина невелая против коколик. И для меня были эти два приоритеты очень важные. Мало того, мои кошки, если мне возможность здесь завансовать на завод, из Чосва Европы и Миниоров, например, во Франции, я в часе у меня 17 лет, мои кошки, то приезжаешь, хвытаешь оттек, и, в моем случае, так было, и смотрела, что эти греха такие же, как у нас, в Польше, или стиль будовиства тоже, и ты поменялся какие-то вещи, выборчо. Позже был такой момент, что загубила меня где-то в Швейцарии, потому что у нас было много времени, потому что у нас было много времени, так было, что читала тогда «Хаут Панков». Ну и сейчас, а в которую сторону? Ну и запытала мне паня, упражнение, попросила меня, если бы мне помогла мне помочь «Хаут Панков». То-то одно, это было. А паня так посмотрела на меня. «Доброе, пойдем помочь». И подпроводила меня до такого скрежевания и показала мне «Ренка». А так что, это учит человека, кштаутирует. Позже, следующая ситуация была квалификация на игроков олимпийского как пана. Другой мне это была гура эмоций, голубимая гура эмоций, потому что Япония, но это очень странная культура. Я просто закреплялась. Мы живем в большой виске Олимпийской, потому что в одном блоке есть пани, а в другом – пани. На главном плаке виски был плак, где рано и вечером играли химии Игрыск Олимпийских, и вцелировали флагу олимпийскую. Вправді были то жемнєрцы, но мои кочани, когда человек приходил по-просто, то всегда кто-то там или запыта, то же самое было с нашей стороны. Достали мы такие паспорты, улучшающие нам порушение себя по месту. И в этих паспортах было написано, что если до кого-то приглашаю о помощь, то тот кто-то должен мне достичь до виски Олимпийской. И сейчас вам напомню одну ситуацию. Пошла мне на спacer, потому что можно было бы еще порушать свободно. У меня такой шалик зарзут, с тылом у меня висок. И так чуј, что что-то мне там цемнє за шалик с тылу. И так чуј, что-то нет. Отвракам себя. А за мной стоит пан Япончик, симпатичный, не поважный. Опрочијся и иду до вцеду. За хвиле ушам кипатоку. Знову что-то мне цемнє. То есть сам Япончик, а он мне показывает пальцем в дуу. То есть у него такой маленький сынок стал. И хотел конечный меня зажепить. Ну что? Привитала. Смит с малышком. О, какой-то сяк. То есть такие истории, что просто запамяты. Мало того, мы были в погоде. А вы видите, что это погода? То есть святыня. И на такие подкручные дахи. И там, по разу, кто-то сякал оде мне официально эти снимки ботов. Там не можно до этой святыни входит. И в бутах, мои кошане. Треба этой буты оставить пред святынию. И только тогда мы систь в сиаде курчне. То значит, в смысле, не чтобы я хотела себя хвалить, только просто хотелось бы вам сказать, что помимо тяжких праздников, мой тардаш, остается очень много вспомнений или хороших применение из наших насилий. А теперь сначала, сefанеж että жилотый запоро то конечно , мы все остались при是беке Мы ждали на него, но на эту окончательность прилетела до нашего покоя одна японка, Юпоотака и говорит, что хочет и я говорю, что хочешь? И дай с ним до их покоя, а на лужке разложены три кимона потому что они были официальный костюм японский а так было, что это были мои уродины и они поставили меня на в среду покоя, заходили на кимоно, а потом эти оки помнили потом на мишу второе поробили мне снимки, там, когда я имела такие волосы а там надо было взять кути какие-то волосы, но не было места а з колеи о Матердейко з Войтем была найпенькнейшая история и сейчас есть справа того типу заквалилика на Икрыске Олимпийские до Винсбурка и с днем и с днем и с днем и с днем и сапору в Японии и с днем и с днем и с днем и с днем Прошлый тест, потому что я тоже помнился до этого теста. В Инспреху была облимпиада по облимпиаде в монахиум, где порвано трех... И есть спрала того, что острия обрали, чтобы нас не было подобное. И... Целая городская облимпиада была ограничена очень высоким плотом, труцианом. При этом плоте стали, ко пару метров стали жоњнеры с брони. А у нас в блоку в рецепции, вместо симпатичных пани рецепционисты, были тоже жоњнеры с пистолетами. Так что уже вовчас для нас скончила свобода порушания себя. В рецепции того, что организации обралися о нас, чтобы нам тоже не заглажало подобного. Расумујоц, моя кохана, что мне дам очень много спорт. Не в смысле финансовом, кохана. Не в смысле. Только научила себя наблюдать. В Японии видела, как говорится, погоды. Что-то не спотеканное у нас в Европе. Или в Немчике способ заплывания себя. Или где-лик-лик-лик. Мало того, у меня одна задача. Там, где была в какой-то крае, учитала три грешности слова. День добрый. До видения. День добрый. На часом я прошу. И еще, что мне просто, то в этом, из этой научи, потому что там, кто-то знал на память, но японский жабко уже не знаю, правда? Охею. День добрый. Сайонара. До видения. До видения. Ари дадо. День добрый. День добрый. Коменасай. Препрошу. В каждом разе, дякую вам большое за выразумялость. И, на правде, захэцам вас. И, управляйте спорт и школы. День доброго. В смысле, в том, чтобы иметь, как то есть, две печенья при одном гармонии. Правда? Уже вы уходите комедомы, И ищете в свое время да помните вы ищете в том, что мы чувствуем, в то что, это просто не difícil. И ты думаешь, что как, это не забываетесь. Потому что я подумала, что я тебе сказала, что ты не повторишь, а другая мне говорит о другом. И я в сумме на это выходит, на непотребную особу, не правда? Так что лучше быть в порядке во время себя самого. Не можете себя этим хвалить. Но для себя самым вы знаете, что если вы найдете где-то там, то первое, что... А, дякую, до видения. День добрый. Или что-то такое. Я на правду дякую вам за то, что вы слушали меня. И с рацией этого, прошу всех, что вы думаете, чтобы вы слушали меня, что для твоей класы, или для всех, я так считаю. Время, или сына. Здорово. П尊 одного од Scripture говорит на моей으면ue на появление. Когда начан кир Indiana Swobозной кирокической кир vegiem справа, на то, что на тот момент была гипотером. Что, который serves на raising regenerательность. Что здесь engineers, У меня уже от маленького детства занимался спорт, играю в пиуке. Все здесь, ребята, хотят играть в пиуке, какие-то спорты управлять. Потом тренировал лего-тутыку через разные дисциплины. Скончил на 400 метров через Плотки. В 19-е годы изменил дисциплину на бобстлей. В 19-е годы запропоновал мне такой не живой тренер, мимо что мой отец был тренером кадры. Однако запропоновал мне кто-то другой. И просто хотел быть пилотом и смотрим, как это будет. В леки адреты уже так не укладывало, не было каких-то там специальных результатов. Поэтому можно сказать, что без вахания сменить дисциплину, спробовать просто этого спорта. А затем, когда-то приобретела такая оказания, потому что были какие-то там, можно сказать, что-то перепыканьки в клубе и в Звязку. И за прошедение можно сказать, что удано мне достоять до этой цоуовой пиуке, а затем до цоуовой четверки, где позволило мне это уже по-просто конкурировать карьеру и достоять себя до этой цоуовой четверки. Продолжение следует... Дякую. Следующая вопрос. Что чувствуют заводники, когда ездят с огромной краткостью торы, боятся ли они? До свидетельствуют страху? Отлично. Значе... Я там, например, у меня такой варианта, что... Мне такое... Страху не дошлили. И страху не дошлили. Однако заводники так. Достатка... Тен спорт достатка им страху и эмоции, но это такой, можно сказать, позитивный страх. Подноси адреналину и человек стара с себя, вызвала с себя еще меньше энергии, аль... Аль есть то... Есть... Страх есть у него obecны, особенно у таких заводников, которые начинают. У молодых заводников, а также у старших, у старших, у старших. До свидетельствующих. На правде потрафио робить рожне речо, за страху. Показываю это в рожный способ. Не боюсь, что мне еще до сегодня ездить, потому что по крайне лета я могу ездить в рожне и сшел. Изъезжаю, какое-то сатешаги. Расше не боюсь, а я сцеплю себя тема. Я просто боюсь, как ребенок. Сетю на ду и, как бы, Миколаев и в принесл праздничный готов. А так, у меня страху не было. Мне надо 10. Спасибо. U mnie to nie było tak całkiem przypadkowe, bo w szkole naszej, w której chodziłem, był trener od skoków z wyż i on wszystkich ciągnął na sport. Ja tak się zostałem, ja pochodzę ze Świnicy, to jest miasto 60 kilometrów, tylko wiecie gdzie i zacząłem w szkole lekkoartydykę, chociaż jak wcześniej każdy chłopiec w piłkę grał, taki klub sportowy, trampkarza, sparta, Świnica. Ja pochodzę tą lekkoartydykę w Polonii Świnickiej, potem przeszedłem już jako ukształtowany w miarę zawodnik, poszedłem do Górnika Wałży, to był najbliżej nas, klub już potęga, duży klub, tak naprawdę prawdziwy, poszedłem do tego klubu i w nim właśnie do końca kariery zostałem. A lekka atletyka to się rozwijała jako junior, już byłem rekordnistą Polski, a drugi wynikałem w Europie i później w kadrze, w kadrze Narodowej Seniorów. Wystartowałem w Mistrzostwach Europy pierwszy raz i od razu pierwszy medal tych Mistrzostw Europy na hali. I tak ta kariera szła coraz pewnie, później piętnasto czy dwudziestoletni rekord Polski pierwszy pobiły. No i co, i później chyba na najważniejsze osiągnięcie, no byłem jeden z faworytów na Olimpiadzie do medali, ale dwa tygodnie przed złapałem anginę, czterdzieści stopni gorączki, trzy, cztery dni, to mnie troszeczkę wybiło, jeszcze w wiosce olimpijscy jeszcze mi krew z nosa leciała. Żeby to były biegi, tak jak teraz są, że trzy biegi, prawda, tylko cztery razy się biegało, eliminację, ćwierć, finał, finał, finał. Mi w finale brakło, na ostatnich trzydziestu metrach straciłem, straciłem w zasadzie to miejsce medalowe. Aby byłem w tym sezonie, to odpowiedni jak dzisiejsza i zdiamentowa liga, to miałem sześć wygranych, łącznie w najsłynniejszym zawodem Weltklasse w Czulichu, wtedy tam właśnie znowu wyrównałem rekord Polski i wygrałem sześć. Od Londynu zacząłem, nie od Madriutu, Londyn i tak dalej sztopką i wszystkie te. Także grałem na olimpiadę typowany, no na pewno na, może nie na wygranie, ale na mrązowy medal. No i przegrałem, byłem oczywiście, byłem finalistą olimpijskim, no to to jest już wielki sukces. Czekałem na to czterdzieści pięć lat, aż drugi polak dojdzie do finału na olimpiadzie. No i później ta kariera się tam jeszcze, medal mistrzostw Europy i później zacząłem jeździć na Wowsleyach. Nawet nasze osiągnięcia, w zasadzie już byliśmy dorośli, prawda, trzydziestoletni, to już nie jest tak na super układanie sport. I zacząłem, skończyliśmy na dziesiątki dwieńscy Bliczostwach Świata, w zasadzie stacji już w starcie założnicy, który początkujący był w Wowsleyach. No i po Wowsleyach zacząłem, zaproponowali mi prowadzenie kadry narodowej i tak przez prawie łącznie pięć olimpiad, byłem trenerem, no łącznie syna trenowałem. I tylko był taki wyskok jeden trzyletni, gdzie zaproponowali mi, żebym prowadził reprezentację Kanady. No i wyjechałem do Kanady i tam z Kanadyjczykami w sumie jako trener miałem, może nie osobiście sam, bo było, że sam, ale współpracującym trenerem. Pięć medali olimpijskich, w tym złoto. Także to, to później, później wróciłem do Polski, zacząłem prowadzić właśnie w zasadzie młodych, już bezpośrednio, cały team nasz, który syn chciałem jeszcze zaznaczyć, bo nie powiedział, pięciokrotnie olimpijczykiem. Na pięć faktyfikacji olimpijskich robię przez pięć olimpiad. To jest już wyjątkowy sukces, bo ja na przykład w Lekiarze, wiedziałem się, że mogłem pochodzić na trzech olimpiadach. No i później, jak skończyłem z tą, zacząłem pracować w Ameryce w pokoju zachodowym, w grupie Blaktenberg, bo to jest tak, bo tam jest troszeczkę inny system niż w Europie, że kluby nie trenerowali, tylko są grupy treningowe. Ja byłem na całą Amerykę w siedem takiej. Ja byłem w jednej z tych grup, która przygotowywała ukeistów i tam na wsadzie jeszcze do tej pory współpracuję. Już nie tak, żebym siedział tam w Ameryce i tylko, że piszę programy, wysyłam raz na jakiś czas, jeszcze tam latam na jakieś konsultacje na to. No a potem następnie jeszcze jeden taki odcinek w życiu, że wróciłem po olimpiadzie w Soczy i zaproponował mi prezes w piłce siatkowej, w Pałacu Bydgoszcz, czy bym nie poprowadził dziewczyny przygotowania fizycznych. Także miałem wyjść na sześć tygodni pokazać, jak to wygląda ten ten temat przygotowań fizycznych, troszkę inaczej niż to, że w Polsce robili. I okazało się, że zostałem dwa lata tam w tej Bydgoszczy. No i to był koniec. I później jeszcze wróciłem trochę, trochę do Bob Slay. A teraz tak pomagam polskim samkom, tym juniorom. Tam z nimi wyjeżdżam na kuchary juniorskie, na mistrzostwa świata. I to tak, no tego wszystkiego nie było. No i co, jakie masz pytanie, kochanie? Jak wcześniej trzeba trenować w bieganie, aby osiągnąć, jak Pan, wyniki na miarę mistrza kraju, świata, a potem olimpijczyka? No mistrzem świata nie byłem, a bo wtedy jeszcze nie było mistrzem świata za moich czasów, ale no trenować. Trening prawie, że w każdy dzień, w późniejszym już okresie, gdzie już bardziej już doświadczony, już jako zawodnik czy jakiś tam, chce ten poziom czołówki europejskiej światowej, czy ma to nawet dwa razy dziennie, a były takie, takie okresy styczeń i luty, że ja przed przygotowaniami, przedmiotem w Monachim, w Monachim, przedmiotem rano, gdzie już się skończyło, to, że kontuzję miałem i nie mogłem kontynuować tej kariery takiej doskonałej, to trenowałem nawet trzy razy dziennie. O siódmej rano pierwszy trening, drugi o dziennastej, dwunastej i po południu jeszcze o osiemnastej, dziennastej trzecim uzupełniając. Ale to taki okres tylko w roku dwumiesięczny, gdzie trenowałem trzy razy dziennie. Latem to już w zasadzie specjalistycznej w terenie to mocne, szybkie bieganie, odcinki na dłuższych przerwach, ale to już raz dziennie tylko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 Dziękuję.